Уроки по изучению Библии Из 27 книг Нового Завета Евангелие от Иоанна посвящено жизни. Греческое слово, означающее «жизнь» — «зоя». Это слово встречается в Евангелии от Иоанна 50 раз. Почти в самом начале книги мы читаем «в нем была жизнь, и жизнь была свет людей» — 1 глава, 4 стих. Почти в конце книги, в 20 главе, 31 стихе сказано «это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Сомневаюсь, что в Евангелии от Иоанна есть хотя бы одна страница, где не встречается слово «жизнь». Иисус сказал «я хлеб жизни» — Иоанна 6, 35. «Я путь и истина и жизнь» — Иоанна 14, 6. «Слова, которые говорю я вам, дух и жизнь» — говорится в 6 главе, 63 стихе этого же Евангелия. В своем Евангелии Иоанн заверяет нас, что эта жизнь наступает не просто по желанию, но по решению. 13 стих 1 главы. Желающим получить ее он даст силу добиться этого, но каждому из нас необходимо сделать выбор. Я хочу поговорить о четырех людях, упомянутых в главах 3, 4, 5 и 9 Евангелия от Иоанна, которые имели предложенную им жизнь с избытком, о Никодиме, Самарянке, Увечном и Слепом. Никодим был представительным человеком. Помимо апостолов, в Новом Завете, пожалуй, нет человека, производящего большее впечатление, чем Никодим. В 1 стихе 3 главы мы читаем, между фарисеем и был некто по имени Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью. Он был умен, он был сведущ, он был человеком, облеченным полномочиями. То, что он был членом иудейского Синедриона, подсказывает нам, что он был человеком средних лет. Он имел привлекательную внешность, так как даже это было необходимым условием. То, что он был членом Синедриона, говорит нам, что он владел несколькими иностранными языками. Он должен был хорошо знать закон, религию, математику, астрономию и медицину. Членами Синедриона были самые образованные люди. Он пришел той ночью к Иисусу и сказал, «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Второй стих. Можно было ожидать, что Иисус ответит словами признательности, но он сразу же перешел к сути дела и сказал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божье». Стих третий. Ответ нашего Господа удивил этого выдающегося человека, и Никодим спросил, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Четвертый стих. Иисус просто сказал, «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Стихи шестой и седьмой. То, что Господь сказал этому человеку, было удивительным. Трижды Господь говорил Никодиму, «Ты должен родиться свыше или заново». Если мы с вами хотим иметь жизнь с избытком, мы должны родиться заново или родиться от воды и духа. Когда иудеи услышали благую весть, они спросили, «Что нам делать?» И ответом их было, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяние 2 глава 38 стих. «Иисус также сказал Никодиму, «Ветер дует, где хочет, и слышишь его звук, и не знаешь, откуда он приходит и куда уходит, так и всякий, рожденный от Духа». Стих 8 в современном переводе. Кто-нибудь может пояснить, что такое ветер? Ну, конечно, нет. Кто-нибудь точно и наверняка знает, откуда берется ветер? Тоже нет. Но мы знаем, что ветер дует, ощущая его воздействие. Иисус сказал Никодиму, что ему ничем не измерить новое рождение. Никто и никогда не сможет приемлемо объяснить его, но, подобно ветру, голос Святого Духа можно услышать, и воздействие нового рождения можно увидеть. Хотелось бы знать, что произошло с Никодимом. В 7 главе Евангелия от Иоанна мы встречаем его опять. В этот раз он храбро защищает Христа перед Синедрионом. В 19 главе Евангелия от Иоанна мы встречаем его в третий раз, когда Иисус был распят, и его тело было снято с деревянного креста. Два человека, Иосиф из Аримафеи и Никодим, взяли тело. Они тщательно умастили тело, обернули льняной тканью и похоронили. После этого события больше о Никодиме нам ничего не сообщается. Я бы предположил, что в день Пятидесятницы, когда в горнице собралось 120 человек, Никодим был вместе с остальными 119. Никодиму была предложена новая жизнь. Вы можете обрести ее, говорит Господь, только заново родившись. Очевидно, именно Никодиму Иисус сказал эти прекрасные слова, золотые строки Библии. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 16 стих 3 главы. Он говорил, Никодим, то, что я сказал тебе о новом рождении, может показаться тебе чем-то простым, но Богу это будет стоить Его Сына. Единственный способ для тебя родиться заново и иметь новую жизнь с избытком – это, чтобы Бог на Голгофе отдал Своего Сына. А теперь обратим наше внимание на еще один пример, который мы находим в 4 главе Евангелия от Иоанна – Самарянка. Стихи с 5 по 7 говорят. Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иакова. И Иисус, утомившись от пути, сел у колодца. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Эта женщина из Самарии была во всех отношениях полной противоположностью Никодима. Во-первых, она была противоположного пола, она была женщиной, в ориентированном на мужчин обществе. Она была неподходящего происхождения, она была Самарянкой, принадлежала к смешанному народу, который иудеи презирали. Она исповедовала неправильную религию, поклонялась не на том месте, на горе Горизим. Она вела неправедный образ жизни, она была очень безнравственной женщиной. Но когда Иисус взглянул на нее, Он увидел в ней того, кто нуждался в жизни с избытком. Он сказал этой женщине в стихе 7, «Дай мне пить». Во-первых, она была поражена, что Он заговорил с ней, так как в обычной ситуации на Ближнем Востоке мужчина не разговаривал с женщиной на улице. Кроме того, он разговаривал с Самарянкой, презираемой женщиной. Ни один иудей никогда бы не вошел в дом Самарянина, не съел бы ни крошки пищи, приготовленной Самарянином, и не выпил бы ни капли воды из сосуда, к которому когда-нибудь прикасался Самарянин. Иисус, глядя на эту женщину, сказал, «Ты не могла бы опустить ведро в воду и дать мне попить?» Потрясенная женщина сказала, «Как ты, будучи иудеем, просишь пить у Меня Самарянки?» Стих 9. Оказалось, что в прошлом у этой женщины было пять мужей. Не один или два, а целых пять. Даже сегодня это шокировало бы. Кроме того, сейчас она жила с мужчиной, не состоя с ним в браке. Этот библейский персонаж подавал меньше всего надежд. Но Иисус начал с ней разговор. Этот разговор представляет собой самую подробную беседу из записанных в Библии. Если начать просматривать с бытия и закончить откровением, то обнаружишь, что единственная, очень подробно записанная беседа в книге — это разговор Христа с этой, много раз побывавшей замужем женщиной. Они говорили о поклонении. Она сказала, «Отцы наши поклонялись на этой горе», указывая без сомнения на гору Горезим. «А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Это 20 стих. Христос ответил, «Да, вы, самаряне, не знаете, чему поклоняетесь, построив храм Богу на своей горе. Спасение от иудеев». Христос разрешил старинную дилемму в одном предложении. Затем Иисус сказал ей, «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Стихи 23 и 24. Он заговорил о воде. Рядом находился двухтысячелетний колодец, Иисус сказал ей, «Кто будет пить воду, которую Я дам Ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую Я дам Ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Стих 14. Женщина сказала Иисусу, «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, и когда Он придет, то возвестит нам все». Стих 25. Должно быть, Иисус пристально посмотрел ей в глаза, когда отвечал, «Это Я, говорящий с тобою». 26 стих. И с этим женщина опустила свой кувшин с водой на землю. Когда я бывал в других странах, меня удивляли женщины и их кувшины с водой. Женщина может взять огромный кувшин, поставить его себе на голову и идти совершенно прямо. Самарянка подняла руки, сняла с головы кувшин, поставила его на землю и побежала в город. Она сказала жителям города, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Стих 29. Случилось что-то поразительное. В 4 главе Иоанна говорится, что многие самаряне уверовали в Него, благодаря рассказу этой женщины. Еще больше уверовала, благодаря Его собственным словам. И сказали женщине, «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно спаситель мира, Христос». Стих 42. Иисус пробыл в Самарии два дня. За два дня Он пробудил веру. До окончания этого времени многие люди уверовали во Христа. Неудивительно, что самой первой миссионерской нивой вне Иерусалима была Самария. В деяниях в 8 главе Филипп отправился именно в это место, и многие люди стали христианами. А все началось с одной женщины, которая сказала, «Я нашла Христа». У этой женщины была запутанная жизнь. Я не знаю способа, как она могла распутать все нити своей жизни. Пять мужей. Сколько женских сердец было разбито этой женщиной. Хотелось бы знать, скольких мужчин она увела у других женщин. Хотелось бы знать, скольких юношей в округе повела эта женщина по распутному, сладострастному пути. Хотелось бы знать, сколько девушек, глядя на нее, решили вести сладострастную жизнь. Нет способа, как она могла бы все это распутать. Как человек может воротить напрасно потраченную жизнь? Несколько лет назад газеты сообщили о смерти молодого бейсболиста Донни Мура. Вдвойне печальнее, это событие делало не столько его молодость, сколько то, что он совершил самоубийство. Люди пытались понять, почему этот молодой человек, который был успешным, подающим в калифорнийской бейсбольной команде, покончил с собой. Спортивные журналисты высказали догадку, что это было связано с одним случаем, произошедшим в 1986 году, от которого он так и не оправился. Этот игрок сделал подачу, из-за которой его команда не смогла выиграть кубок и попасть на чемпионат страны. Люди тогда отнеслись к нему чересчур сурово. Спортивные журналисты подвергли его очень резкой критике. Так или иначе, он не смог этого забыть. После его смерти один журналист сказал, «Один короткий разрушительный миг, и все, что было до и после, забыто». Мы можем почти безнадежно запутать свою жизнь. И вот женщина, которая жила с пятью мужьями, она меняла одно внебрачное ложе за другим. Но появился Иисус и дал ей надежду, сказав, «Я могу дать тебе живую воду, и ты больше никогда не будешь испытывать жажды». Это как раз то, что Господь хочет вам дать. Я не знаю, где вы находитесь, скорее всего, вы где-то между Никодимом и Самарянкой. Никодим стоит наверху лестницы. Вы не можете быть намного лучше Никодима. Он профессор колледжа или председатель Верховного суда. Он хороший человек с хорошей семьей, который хорошо выглядит и хорошо поступает. Самарянка от всего этого отказалась. В Библии Иисус сказал им обоим по очереди, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Жизнь с избытком, которую обещает Иисус, это не иллюзия, это не что-то такое, зачем человек гонится, пока у него не заколит в боку, а затем обнаруживает, что это мираж и что этого просто не существует. Заведующий кафедрой истории в Пенсильванском университете рассказал о таком происшествии. Однажды в детстве они с отцом посадили дерево. Отец сказал ему, «Сынок, когда ты вырастешь, ты будешь сидеть под этим деревом». Мальчик поступил в колледж и стал профессором в Пенсильванском университете. Он часто думал о том, что сказал ему отец. Его отец уже давно был в могиле. Спустя 60 лет он купил билет и поехал 2000 миль до того места, где они с отцом посадили дерево. Он сгорал от нетерпения. В нем росло волнение от того, что он сядет под тем самым деревом. И когда он туда добрался, дерева не было. Семья переехала вскоре после того, как они посадили дерево, и дерево засохло и погибло после их отъезда. Дерево все равно росло в память этого человека. Но когда он добрался туда, дерева уже не было. Ах, иллюзия жизни! Мы представляем себе, какой будет жизнь, когда мы с этим разберемся и за то заплатим, когда воспитаем детей и когда выйдем на пенсию, и вдруг мы обнаруживаем, что дерева, которое мы искали, нет. Но Иисус сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Когда Христос, наша жизнь, явится, мы явимся вместе с Ним». Все слайды с уроками можно найти на приложении «Капли Сота». Там добавляются регулярно новые уроки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok